Строительство нового лечебного корпуса Фокина вновь переостановлено. Жители города интересуются причинами задержки строительных работ и сроками ввода в эксплуатацию стационарного комплекса. За комментариями мы обратились к начальнику медико-санитарной части номер 100 ФМБ России Елене Кондяковой. В последние годы на территории городского округа идет интенсивное строительство объектов гражданского назначения. В центре города быстрыми темпами возводится новый торгово-развлекательный комплекс. Силами Тихоокеанской строительно-производственной компании строится современная девятиэтажная комфортабельная гостиница в стадии завершения в столь необходимую городу пожарное депо. На этом фоне строительство нового лечебного корпуса на территории городского больничного комплекса можно смело назвать долгостроем. Фундамент стационара был заложен более 10 лет назад. Начиная с 1993 года администрация города вместе с администрацией центральной городской больницы неоднократно на уровне правительства ставила вопрос о выделении средств на строительство больничного комплекса. И вот только в 1996-1997 году мы смогли войти в федеральную программу и получить средства на строительство лечебного корпуса. Больничный комплекс не получился. Там планировалось 5 отделений, 5 корпусов, извините. И по этой программе удалось достичь соглашения и выделения финансов на строительство отдельно стоящего лечебного корпуса и отдельно стоящего инфекционного отделения. И программа начала работать. Активное возведение лечебного корпуса с отдельно стоящим инфекционным отделением велось с 1999 года по 2004 год. За это время был завершен первый этап строительства. В дальнейшем в связи с преобразованием центральной городской больницы в медико-санитарную часть федерального подчинения все работы по программе были приостановлены. Вернуться к вопросу удалось лишь спустя 5 лет после реорганизации медицинского учреждения. Администрация города в 2010 году передала нам недостроенный лечебный корпус. И этот корпус стал федеральной собственностью, естественная земля, федеральная собственность. И мы смогли начать работу по реализации этой программы. Потому что основное препятствие было это то, что здания и земля не принадлежали медико-санитарной части. И пока не решился вот этот вопрос принадлежности здания неоконченного строительства объекта и плюс земли, мы решить эту проблему не могли. Мы потеряли время. Было потеряно не только время, но и деньги. С момента утверждения проекта возведения социально значимого объекта цена вопроса в связи с инфляционным процессом значительно увеличилась. Объем финансирования при этом остался на прежнем уровне. Принятый коэффициент инфляции составил всего 10%. По федеральной программе на строительство лечебного корпуса было выделено в общей сложности 247 миллионов рублей. Сейчас на дворе 2012 год. Что можно построить на 247 миллионов? Ну а что построить нужно на 247 миллионов? Я сейчас скажу, если вы позволите. Нам нужно построить лечебный корпус и отдельно стоящее инфекционное отделение. Лечебный корпус будет четырехэтажный, а инфекционное отделение отдельно стоящее одноэтажное. В лечебном корпусе будет акушерское отделение, гинекологическое отделение, хирургическое отделение, отделение реанимации и анестезиологии, физиоотделение, рентгенологическое отделение, приемное отделение, терапевтическое отделение, педиатрическое отделение и клиника-диагностическая лаборатория. Я вам сказала, весь набор отделений, которые там будут находиться. Кроме того, отдельно стоящее инфекционное отделение, боксированные палаты на 25 коек. Вместе с тем, на настоящий момент сделано немало. Уже возведены три этажа, четырехэтажного кирпичного здания будущего лечебного корпуса. К нему подведены основные инженерные системы коммуникации, отопление горячего и холодного, водостабжение, водоотведение. Однако для завершения строительства нового стационара и ввода его в эксплуатацию, выделенных по федеральной программе денежных средств, недостаточно. В настоящее время руководству медико-санитарной части решается вопрос о дополнительном финансировании проекта. Время на это есть у нас. 1,12 год. До 31 декабря 2012 года мы на уровне правительства решаем вопрос о выделении денег согласно корректировке проекта. Проект подлежал корректировке, естественно, сумму мы имеем определенную. И сейчас идет вот эта работа. Но учитывая опыт работы, учитывая то, что я уже много лет работаю в больнице и в здравоохранении, то я хочу сразу сказать, что еще ни один раз ни одну программу не удовлетворили на 100%. Вот мы просим, например, 3 миллиона, нам дают 1. Просим 5, дают 2. Поэтому сколько нам будет выделено по этой программе, пока не представляется возможным сказать. Но я думаю, что этот объект уже нельзя будет приостановить. Я думаю, что единственное, что я так думаю, это лично мои предположения, что эта программа будет реализована до 2018 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова